Приветствую вас, Аноним. Вы задаёте свой вопрос о том, как быть. Я хотел бы задать вам встречный вопрос. Как быть, чтобы что? Понимаете, вы больше нуждаетесь в мужчине, чем он в вас. Это очевидно, это абсолютно точно и абсолютно понятно. И вот с этой подредностью нужно работать. В целом, если у вас и некая неуверенность в себе, и заниженная самооценка, и, вероятно, страх опасной, и некая неуверенность своей жизнью, вот, и неопределенность в части женской модели поведения, мне так кажется, ну, по крайней мере, мне так видится в этот момент, потому что вот из текста вашего так вот так. Ну, давайте обо всём по порядку. Поднакомились с мужчиной в начале осени через соцветия. Встречились через месяц. Ну, почему через соцветия? Всё было хорошо, мне нравилось, и я ему... Ну, опять же, как нравилось он вам, и как вы ему. Это очень важная вещь. У меня есть ребёнок, я ему сразу сказал, что он не против. Ну, если у вас есть ребёнок, и с отцом не получается, да? Значит, по факту, одни отношения вы уже разрушили. Ну, то есть, как бы, не получили. И, во-вторых, отношения у вас также есть проблемы. Да, определённые. То есть, налицо некий негативный сценарий, который, как бы, ограживает вас от создания крепких, равноправных, гармоничных, здоровых отношений. Вот, кстати, с этим нужно работать. Дальше. Значит, у него не было 16 лет, детей нет. Ну, опять же, я не знаю, сколько вам лет, да? Вы, по-моему, написали. Сказал только, что он на 6 лет старше. Но, в любом случае, человек, я думаю, не ребёнок, и если у него не было детей, не было жена, значит, он, как минимум, не хочет нести ответственность за семью. Вот. Дальше. Вы пишите. Значит. Радец и возраст в 6 лет. Живем мы в соседних городах. У меня есть машина, и поэтому я первый к нему приехал. Хм. Вот вы, когда к нему приезжали, вы какой для себя смысл вкладывали в этот, ну, в это действие, в этот поступок? Он, да, всё время один раз приехал, говорит, если была машина, ездил бы чаще. Ну, здесь у меня такое ощущение, что вы, как бы, считаете с ним. Типа, сколько ты приехал, сколько я. Эээм. Вообще, я его очень полюбила. Эээ, внешне проявляет любовь, заботу, писал СД, но пока не поехал в командировку, заметил, что начал пропадать. В общем, я его очень полюбила, как ваш сливок проявляется. Сейчас такое ощущение, что вы пытаетесь его удержать. И тревожитесь, что не получится. Начало пропадать, я понимаю загрузенность, но не так, чем на сутки твой пропал. Я разозлился. Из-за чего вы разозлились, что вас разозлил? С тема высказал и отстранился, думая, какая будет реакция. То есть по факту вы перешли к манипуляциям. С одной стороны, то, что вы отстранились, это хорошо, это правильно, если вы считаете, что такое поведение недопустимо. Но с другой стороны, высказывая всё, вы, в общем-то, как бы, высказываетесь в обвинение, да, человека, что не есть хорошо для вас. С одной стороны. С другой стороны, потом вы помирились и как бы, в общем, ничего не изменилось. То есть по факту вы предали свои собственные интересы. Вот. Теперь мужчина знает, что даже если вы отстранитесь, то все равно потом помиритесь. Никуда вы от него не денетесь. Вот это ключевой момент. Вы от него никуда не денетесь. С этим нужно работать. Дальше. Реакции не было никакой. А какую реакцию вы ждали? Он на месте пропал, потом помирились. Как вы помирились? Как это произошло? Или ли сделаны какие-то выводы, опыт, обсуждение, решение принято? Так. С моей инициативой и говорить, что он не может так, что я на расстоянии, для него тяжело. Это не то, что не хочет навязываться. Но, по-моему, я уже навязываюсь. Не очень понятно, кто кому навязывается. Не очень понятно. Сейчас честно говоря. Но в любом случае, навязчивость – это низкая цена оценка. То есть, опять же, навязчивость – это про активность, неразрывно связанную с ожиданиями. Вот что такое навязчивость. А свободная активность – это не навязчивость. Не навязчивость. Я ему сказал, что если я тебе действительно знаю, то приеду ради тебя в свой город. Ну, видите, да, то есть вы как бы на него перекладываете ответственность за то, что вы хотите для него сделать. Как бы это, по сути, отказ от собственной ответственности. От ответственности за себя и за своего ребёнка. Отсюда и тревожность – если я тебе начинаю, я перееду. А сами бы вы в город переехали? Сами бы. Не ради него, а просто. Отчим вопросом. Дальше. То есть, насколько вам важно быть человеком, что вы, вот, хотите переехать в другой город. То есть, по сути, сменить свой быть. А если вы переедете в другой город, а он, например, ну, скажет, всё, я тебя не люблю, у меня нет к тебе больше чувств. Что тогда? Дальше. Дальше. Так, он не может своей службой, а мне иногда кажется, что он инертный. Возможно, вас это устраивает, потому что он не изменится, скорее всего. Ну, конечно, я сказал, да, ты мне нужна, хочу быть с тобой, мы будем вместе. У меня просто справление, что у него другая. Это неверно в себе. Неверно в себе. Страх. Измены возможны. Так, я спросил и говорит, нет, ну, единственное, кто скажет. А даже не туда спрашивали, кроме того, что продемонстрировали свои сомнения, свои значимости для мужчины. Его поведение такое, что он пропадает, не бичит, то отдыхает, то ещё что-то, в общем, ведёт себя не так, как надо. Ну, это нормально. Мужчина ровным счётом получает от него нужного. Вы как будто забыли, что он не был женат, и у него нет детей. Ну, а когда вы вместе, он приглашает себя домой, просто где-то в городе время проводили, полностью уделяет, конечно, время мне. Ну, то есть, да, он не оценит, но не торопится с вами, как бы, серьёзные отношения начинать, то есть, ну, переводить на более высокую, на больную, ну, на делящий уровень. Я не пойму, почему такое мужчине поведение, потому что он не хочет ответственности за вас, он чувствует, как вы перекладываете на него ответственность. За себя. Который, как я уезжаю, он пропадает, и приходит напоминать о себе. А что значит, приходится, для чего вы это делаете? Пропадает, говорит, что отдыхает, лечит, 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 занимает или отлично много времени, внимание не требует. Да. Не то, что много, вы себя обесцениваете. Сейчас я странюсь, и думаю, опять просто пропадёт на месяц или до тех пор, пока я сама не справлюсь, не объявлюсь. Подскажите, как быть, ну, как быть, что быть, что вам надо себе разобраться, чтобы уже отношения выстраивать. Свои позиции определить. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...